Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас снова приветствовать на канале Среда Обитания. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня он будет посвящен автомобильному пропускному пункту на границе России и Украины. Со стороны России это Белгородская область, со стороны Украины это Харьковская область. Посмотрим интересные какие-то места, ну и обязательно посмотрим и почитаем отзывы по поводу этого контрольно-пропускного пункта. Он очень интересный, отзывы тут тоже самые интересные достаточно. Давайте по ним поговорим, пообсуждаем, как это на самом ли деле, кто пересекал эту границу, так все там происходит. Посмотрим, конечно же, Дьютифри обязательно, вот такие вот места. Ну и какие-то еще интересные места. Ну и начать мне хочется со стороны России, Белогородской области. Попадаем мы на автомобильную трассу М2 Крым. Ну и давайте вот так по чуть-чуть продвинемся и посмотрим, как она тут выглядит. Очень много хорошей такой разметки, что, конечно же, радует. Две полосы в одну сторону, две в другую сторону можем наблюдать. Здесь скопление автомобилей грузовых. Так, ну вот такая вот стояночка, известные вот такие вот названия присутствуют в этом месте. Давайте еще двигаться дальше по трассе. С этой стороны тоже самое, такой вот отстойничек. Места для отдыха есть, посмотрите, лавочки присутствуют. А вот здесь вот что, мангал даже что ли размещен? Размещен. Непонятно, что это такое. Трасса очень хорошо выглядит. Хорошее такое асфальтное покрытие, крепкое достаточно. С дорожной инфраструктурой, что тоже радует. Так, домашний очаг вот такой вот. Кафе присутствует здесь какое-то, размещено. Здесь какие-то тоже терминалы, что ли. Непонятно, что это такое есть. Автострахование в Европу, Украину. 24 часа. Ну, предлагают такие, наверное, услуги. Здесь тоже самая стоянка, смотрим. Так, ну, давайте на сам, наверное, уже контрольно-пропускной пункт отправимся. Ну да, дальше мы не сможем пройти, так как вот здесь машинка доехала, и на этом остановилось все полностью. Съемки 13-й год, и вот на 13-й год даже такие неплохие виды здесь со стороны Белгородской области. Так, ну и смотрим сам автомобильно-пропускной пункт Нехотеевка. Вот таким образом он выглядит издалека. Все под навесом полностью пропускают машины. Так, ну, таким образом он выглядит издалека, я так понимаю. Схема Белгородской области. Зимнее время, ночное время, вернее, зимний период. Люди стоят пешком, довольно-таки большая очередь. Ну что, давайте, наверное, вот так вот просматривать, и я потихоньку буду говорить по поводу отзывов. В общем, отзывы очень разные. Ну, пока мы находимся на территории Белгородской области, соответственно, по этому автомобильно-пропускному пункту. В общем, есть отзывы, которые говорят о том, что довольно-таки быстро работают таможенники, пропускают очень хорошо всех. И достаточно слаженно. Причем и автомобили проходят довольно-таки быстро, и проходит тоже людской поток. Ну, а другие говорят о том, что нет. К сожалению, к сожалению, очень долго. Даже специально какое-то идет затягивание вот этого процесса. Ну, вот, судя по этой очереди такой огромной, и подумаю, что на самом деле работают крайне медленно. Вы смотрите, просто колоссальное количество людей. С другой стороны, здесь смотрим вообще все пусто. Вот так контрастно. Наверное, в зависимости, опять же, от времени года, может быть, даже и суток. Зимний вид. По поводу досмотра автомобилей проводится достаточно четко. Осматривает очень хорошо, осматривает все фактически. Поэтому провести что-то, ну, нет такой возможности. Хотя по поводу того, что есть возможность как-то там договориться и протащить определенные вещи, ну, она присутствует. Но вот явных отзывов по поводу того, что вот так, сходите, пожалуйста, в туалет. Явных каких-то отзывов, которые описывали со стороны России и по поводу взяток, ничего такого я не нашел. Ну, вот очередя довольно-таки большие, хочется сказать. Поэтому, что работает быстро, невозможно об этом говорить. Конечно, бывает поток большой. Может быть, здесь подъехали, опять же, автобус какие-то, каких-то везут там туристов, не знаю. Переезжают достаточно много. Ну, вот так вот шерстят все автомобили. Да, по поводу вот этих вот мест. Общий, пожалуйста, да? Нормально. Тот мы видели закрыт, в принципе, какой-то вот такой установочкой. Здесь вот общий. Несмотря на что, ни на что. Кстати говоря, по этому поводу есть отзывы и говорят, что туалеты просто ужасные. Ну, так же люди продвигаются. Так, ну, как уже сказал, не в одном отзыве, хотя их там почти около 300, друзья мои, не нашел я по поводу. Может быть, опять же, так быстро просматривал по поводу того, что стоит там дать на лапу и все, пройдешь, там будет все в порядке. Вроде бы со стороны России этого нет. Но, конечно же, антисанитария, отмечается антисанитария полнейшая в туалетах. Ну, и жестокий досмотр таможенников. Ну, и вообще, просто вот смотря, как пишут люди, в какую смену попасть, просто полнейшее неуважение к людям. Причем, несмотря на то, что там украинец, русский, там, да все равно. Но, вот, одних цыган там хорошо пропускают, чтобы с ним там не колготиться, не суетиться, наверное, бояться просто-напросто подцепить, может быть, каких-нибудь вшей там от них там или какой-нибудь элишай. И все, пускают их там без проблем и все, они пошли дальше. Причем, особо там и не досматривая даже. А вот здесь вот так получается. Вот. Ну, в принципе, как бы вот по поводу того, чтобы дать на лапу, вроде бы таких вопросов не возникает. Хотя, скорее всего, вот эти вот цыгане, они таким образом и проходят. Так как пишут, что забирают документы там через заборчик, буквально через сетку. И потом возвращаются, улыбка, и все. Люди проходят быстро и хорошо. А так, людей не пропускают даже с детьми, с пожилыми людьми и так далее. Ну, в общем, жестокое такое отношение. Ну, и по традиции нужно посетить, конечно же, Duty Free, посмотреть по ценам. Здесь январе 2021 года просматриваем. Конечно же, забито вот этой вот продукцией все. Под стоимостью почти 10 евро. 13.50, 14.50. Ну, вот в основном все, что показано, это алкогольная продукция. Конечно же, все в евро полностью. Такая вот вещь очень неплохая, кстати говоря. Так, ну, это какой-то напиток. Даже, честно говоря, не знаю. Такие вот цены в Duty Free. Ну, еще давайте несколько изображений по таможенному контролю непосредственно. Вот эту вывеску, говорят, видно издалека. Кстати говоря, за территорией тоже отзывы идут, что ухаживают. И ухаживают очень неплохо. Безусловно, это радует. Ну, вот здесь у нас май-август 2020 года. Я бы не сказал, что здесь какой-то прям такой совершенный уход есть. А так, в принципе, ну, как обычно, обычные бетонные вот эти вот плиты какие-то стоят, блоки, скажем так. Ну, и конструкции решетки тут, кабинки. В принципе, кто-то писал о том, что нет никакого навеса. Ну, вот навес есть на август 2017 года даже он присутствует. Не совсем понятно, конечно, вот это явление. Теперь предлагаю перенестись со стороны Украины, посмотреть, как выглядит это все. Тоже вот это место пропуска. Ну, и поговорим по поводу отзывов здесь. Сначала давайте посмотрим подъездные пути. Идет дорога. Тоже четыре полосы. Ну, может быть, несколько похуже асфальтное покрытие, что мы видели сейчас со стороны России. Также вот такие вот места для стоянок автомобилей. Грузовые автомобили в основном здесь находятся. Также есть автозаправочная станция, что очень удобно, конечно же. Машин достаточно много. Посмотрите, какая колонна стоит. Направляется к границе. Так, по номерам, к сожалению, не получается рассмотреть. Все прям замазано. Запикселизовали полностью. Не дают даже немножко рассмотреть. Ага, ну вот здесь вот сбоку чуть-чуть видно. Да, это украинские фуры идут. Говорят, нет никакой торговли, нет никаких там взаимоотношений. Все вот в порядке. Смотрите, сколько фур идет с товаром в сторону России. Все нормально. Люди отдыхают вот так. Вернее, загорают даже. Так, вот этот автомобиль какой. Давайте более четко рассмотрим. Ну, по-моему, тоже здесь знак с флагом Украины стоит. Ну да, все украинские идут фуры полностью. Ну, достаточно вот такая большая колонна. Так, ну все, ближе вот не пускают. Здесь пост ДПС. Ближе не пустили машинку. Здесь видим огромное скопление автомобилей. Тоже на прохождение вот этой границы. Пункт обмена валют присутствует. Вот это вот что такое. Не совсем понятно, но ладно. Ну, а дальше давайте уже по самому пункту смотреть. Так, ну вот приграничный пункт пропуска. Гоптовка, если правильно произношу. Ну и тоже давайте так вот просматривать заодно. И буду говорить по поводу отзывов. Тоже непонятно с отзывами. Август 19-го года пишут, что некуда людям спрятаться. Там никакого навеса нет. Хотя я вижу вот такой вот огромный навес. Что касается отзывов. В общем, отзывы фактически, знаете, одинаковые. То же самое. Кто-то пишет, что очень быстро все проходит. Кто-то пишет, что достаточно очень медленно это продвигается. Хотя, скорее всего, речь шла не об пропуске автомобилей, а именно о пешеходном пропуске. Наверное, там ничего нет. Но со стороны России мы также с вами сейчас смотрели. Никакого навеса нет. Огромнейшая очередь тянется в сторону Украины. И то же самое. Люди просто под открытым небом находятся. И зимой, и летом. И ничего, совершенно ничего нет. Учитывая такие, конечно же, пробки, стоит как-то все-таки о людях позаботиться. Ну, скорее всего, со стороны Украины такая же песня. Тоже происходит то же самое. Наблюдаем автомобилей. Огромнейшее количество тоже в сторону России идет в Белогородскую область. Да, автомобили под навесом. Вот, пожалуйста. Досматривают. Все мы видим прекрасно. Так, что еще по отзывам? По отзывам следующее. Хочешь быстро пройти? Вот, я ничего не приукрашиваю. То, что в отзывах написано. Можете сами зайти и это все посмотреть. Хочешь быстро пройти? Стоимость примерно от 50... Так, кажется, там было написано долларов, если я не ошибаюсь. Может быть и евро. Вот, если вообще без досмотра там провести, пишут все, что угодно вообще можно через эту границу, через этот, вернее, контрольный пропускной пункт, вообще можно заплатить от 200 до 900 там долларов и спокойно проезжаешь, тебе даже не смотрят, не открываешь автомобиль. Вот так. Это просто, конечно же, жутковато. Но с учетом того, что, как пишут, пропускают, допустим, цыган там и определенные национальности на российской таможне, я думаю, что там точно так же через забор подсовывают определенные... Ну, определенные бумажки какие-то, наверное, там интересные. Так, вот здесь Duky Free. Но сейчас я попробую его найти и посмотреть тоже обязательно. Так что, в принципе, пункт пропуска, я так понимаю, вот общий... Можно сделать отзыв такой, что очень сложный, напряженный. Достаточно огромное количество потоков автомобилей идет и со стороны Украины, и со стороны России. Пересекают очень много. С Харьковской области, с Белгородской области, как мы видим с вами. Так, ну здесь не знаю, зачем тоже попало. Мы смотрим совсем другое. Ну да, пункт не оборудован. По-моему, кто-то писал, что здесь нет даже туалетов. То есть встали автомобили, можно простоять очень и очень долго. Туалета нет. Куда хочешь, туда и иди. Вот это, конечно, большой минус для грузовых автомобилей. Ну просто какой-то загон такой вот странный, что-то здесь происходит. И все. Всего лишь на все. Да, вот, пожалуйста, люди. Люди продвигаются, пожалуйста, под открытым небом. Снег, дождь, играт тут. Кроза, не знаю, бьет тебя, убивает. Да плевать. Вот что со стороны Украины, что со стороны России, все одно и то же. Нормально, в общем, так. Ну вот, этот сам пропускной пункт. Ну и давайте еще, конечно же, в завершение посмотрим Дьюти Фри на территории Украины. Вот здесь, мне кажется, прям такой большой... А, ну мы не видели в России какое издание само, да? Большое, маленькое или нет? Там просто было изображение очень мало всего. Там только алкоголь сняли и все. Здесь вот алкоголь видим, парфюмерию. Цены пока не видим. Давайте дальше пройдем, не будем затягивать. Ага, вот с ценами. Хотя рассмотреть крайне тяжело. Так, что здесь у нас? 6, наверное, евро. Вот, допустим, чуть-чуть вроде бы как-то там и видно. Ну, далековато снято. Кстати говоря, вот такая алкогольная продукция тоже в России распространена. Продается в огромном количестве. Марка украинская, может быть, я не спорю. Как в прошлом видео меня поправляли. 22, 12, 12 долларов. Ну, я думаю, тут все те же самые цены. Капитан Морга. Так, наверное, не надо произносить этого, а то получается уже, наверное, какая-то реклама. Тут тоже самое. Ну да, конфеты, всевозможные наборы, косметики, я так понимаю, тоже присутствуют. Вот, там видели вот такие вот, мы в России видели в Дьюти Фри, вот такие вот бутылочки были какие-то синие. Здесь желтые бутылочки идут. Мартини, пожалуйста, присутствуют. Так, опять произношу название брендов. Наверное, этого нельзя делать. Тут косметики полно. Ну вот, что в Дьюти Фри? Тут только косметика, вот какие-то духи и алкогольная продукция, больше ничего нет. Ага, здесь, наверное, табачная продукция, я так понимаю, еще присутствует. Еще один вид Дьюти Фри. 15 евро, 9 евро. Я думаю, что цены, в принципе, ну, может быть, примерно одинаковые, а может быть и одинаковые вообще. Не знаю, кто пересекал. Напишите в комментариях, как с ценами. Где Дьюти Фри подешевле, где выпор побольше. Вот тут расставляют, прям в коробочках, не заморачиваясь, на полу, пусть все будет. Все возьмут, все равно все купят, да? Ну, вот еще что-то в качестве косметических средств расположено. Здесь, наверное, еще и продукты питания, да, присутствуют. Но не могу сказать, именно в Дьюти Фри это, либо где-то еще. Здесь совсем дешевая продукция, но, смотрите, это если 1 плюс 1. Вот тогда вот такая вот скидка идет. Ну, тоже неплохо. Такая огромная лестница, куда-то продвигается. Ну, я думаю, что хватит про Дьюти Фри. Что-то у меня какая-то мысль закралась. Как бы меня за это Ютуб не наказал. Так как демонстрация может быть расценена, как демонстрация, в принципе, алкогольной продукции. Ну, еще раз обращаю внимание, что огромнейшее количество автомобилей также стоит со стороны Украины. Ничего особенного, ничего сверхнового или каких-то там условий совершенных тоже и нет. Как с Белгородской стороны, так и с Харьковской области. Все одно и то же. Люди непонятно уже, что тут готовы, наверное, через заборы перелазить из-за этих вот таможенников. Автобус подъезжает. Ну, пожалуйста, вообще никого нет. Тут, наверное, когда как. Так, а давайте посмотрим съемки, когда это были, март 21-го года. А здесь у нас октябрь 17-го года. Вот то же самое. Все пусто. И тут вот не так уж и много народа. Здесь то же самое. В общем, периодами. Когда как. Причем мы обратим внимание, если то пропики стоят и в зимний период, и в летний период. А вот в межсезонье, как раз весна-осень, все-таки более-менее можно как-то проехать. Люди пешком вот идут, чешут. Прямо по дороге. Скопление людей. А здесь опять же нет никого. Ну вот такой вот, друзья, у нас получился сегодня ролик. Всем огромное спасибо, кто досмотрел его до конца. Если кто-то пересекал данное место, пересекал данную границу, расскажите свои впечатления в комментариях обязательно. Обязательно поставьте лайк. Ну а кто еще не подписался, подпишитесь на канал. Впереди будет много чего интересного.